Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я знаю, что вы соскучились по коротким видео. Сколько можно этих прямых эфиров? Но, ребят, я одна, времени не так много, и сегодня у меня классная тема, коротенькая. Сегодня я хочу рассказать вам о том, чем отличаются люди, которые успешны и богаты, и те люди, которые неуспешны и небогаты. Вот все время же, знаете, пытаются найти отличия. В чем же, в чем же причина? Ага, те родились в богатых семьях, а эти родились в бедных. Блин, этот тоже родился в бедной семье, и он разбогател. Фак, в чем же вопрос? Очень хочется всегда объяснить чужой успех, правда? Вот как-то ему повезло, он другой, у него родитель, он дурак, он просто что-то сделал, женился, она вышла замуж, конечно, курица такая вышла замуж, тут сидит теперь в машине вякает. И всегда очень хочется объяснить успех. Первое. Вы должны понимать, что если вы хотите объяснить чужой успех, то вы относитесь к людям-неудачникам. Все, примите это. То есть у вас внутренний ген неудачника присутствует, мы будем от него избавляться. Но тем не менее, как только вы себя ловите на том, что вам хочется оправдать его успех, и у него там есть что-то, чего нет у меня, все, я лошара. Начинаем с этого. И это первый момент, самый главный. Первое ключевое отличие от одних людей, от других, это умение брать ответственность за свою жизнь. Ну, вот смотрите, многие из нас с вами моего возраста, не будем уже акцентировать на нем внимание, уже дошли до тех цифр, когда не акцентируем, жили, в общем-то, во времена СССР в детстве, и наши родители плюс-минус жили тогда одинаково. Ну, то есть вот было все сильно более стандартизировано. Такого не было, что вот я сейчас езжу в машине, которая там в 100 раз дороже, чем вот машина, которая едет со мной рядом. Нет, вообще, таких цифр не было. Плюс-минус все были одинаковые. Если, конечно, у нас там, у кого-то не было ЦК, КПСС, бюро, но я даже таких слов не знаю, к счастью. Мой возраст позволяет мне их не знать. Итак, возвращаемся. Мы были плюс-минус одинаковыми. И наши родители плюс-минус одинаково нас воспитывали. По сути, всем говорили, будь как все, не выделяйся, ты должен, это можно, это нельзя. Одинаковая коричневая форма. Короче, нас воспитывали под линеечку. Но заметьте, всем, многим из нас говорили о том, что деньги – это зло, ничего в них хорошего нету, или что деньги – это не то, чтобы зло, но как бы ничего хорошего с ассоциацией деньги у нас не вызывалось. Мы привыкали экономить, мы знали, что нужно быть очень расчетливыми, копить, не тратить, лишнего не покупать, носки зашивать, колготки штопать. В общем, все проживали этот момент. Но, заметьте, кто-то это перенес в свою взрослую жизнь и продолжает экономить, штопать, быть как все, не выделяться, мало зарабатывать, зато стабильно жить по этим правилам. Но были другие дети, я среди них, которые вообще все это отрицали. Говорили, в смысле не выделяться? Я хочу быть другим, в смысле быть как все. Я обижалась на маму и никогда не разрешала ей говорить, что я как все. Мама этим очень классно воспользовалась, потому что каждый раз, когда я пыталась спасовать, она мне говорила, Оль, ну ты же не все, что ты ведешь себя как Маша, ты не можешь уже на Машу ссылаться. Знаете, как дети говорят, ну а Маша же вот она... Вот, а мама мне говорила, Оль, ну ты же как бы говоришь, что ты не как Маша. И я, мне приходилось работать в этом плане над собой и, естественно, уже быть не как Маша. Я любила быть лидером, я любила все красивенькое, богатенькое. И я хотела и мечтала о том, что когда я вырасту, я заработаю много денег, я буду ездить на дорогой тачке, мои дети не будут ездить в общественном транспорте, где у меня будет красивый дом, красивый муж, короче, я обо всем мечтала и я всем говорила. Когда моя бабушка говорила мне, Оля, нужно быть скромнее, мальчики таких не любят, у тебя никогда не будет друзей, установочки, да, понимаете, программные. Я говорила, да знаете ли вы что, это у вас ничего не будет, у меня будет все. Речь о чем? О том, что был такой процент людей, который, ну и существует, которые реагируют не так, как остальные, находясь в абсолютно одинаковых условиях. Если бы мы были с вами круассанами, то я была бы тем круассаном, который вот положили, знаете, все круассаны одинаково в духовке поднимаются, а я вот такой круассан с огромным пузырем, вот, и у него еще, знаете, палка торчит. Это как помидорчик с писюнчиком. Вот все помидорки, помидорки, у одного помидорка писюнчик торчит, что он торчит, или два огурчика срослись в сердечко. Вот я всегда была помидорком с писюнчиком, и мне всегда нравилось это. И сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, что люди, даже дети, по-разному реагируют. Я не знаю, на самом деле, это ген, это что, но тем не менее, какая разница, в каком мы возрасте, мы имеем право реагировать по-разному. И в зависимости от того, как мы среагируем на ту или иную ситуацию, сдадимся, подчинимся, скажем, да, мы бедные, да, у нас ничего не может быть, да, я не достоин, да, надо экономить. Или наоборот, среагируем на это. Да, правда? Да, конечно, да я вам всем докажу. Реакция может быть очень разной, но именно реакция на происходящее и определяет дальнейший результат, который мы получаем. Поэтому, когда вы говорите о том, почему эти богатые, эти бедные, в чем наша разница, мы учились в одном классе, у нас мама, однояйцевые и одноклеточные близнецы, разница именно в ваших реакциях. И во взрослой жизни, ну и вообще, в принципе, по жизни, приобретая опыт, мы нарабатываем свой личный опыт. И если в детстве мы еще, например, были как все, вы не были таким, как я, то во взрослой жизни мы знаем, как меняться. Мы уже понимаем, что мы можем этим управлять, что это не наша врожденная программа, знаете, что теперь все, надо снести с Макинтоша Макинтоша, установить Windows, иначе вдвоем эти программы не работают. Нет, мы уже понимаем с вами, что мы можем меняться, что мы можем ставить себе новый шрифт, что мы можем себя апгрейтить, апдейтить и прочее. Мы управляем этим процессом, и поэтому мы можем управлять тем результатом, который есть у нас. Ключевое отличие людей, успешных и неуспешных, супербогатых и не супербогатых, это не количество денег. Дональд Трамп, насколько я помню, несколько раз становился банкротом. Все огромные миллионеры и неогромные, такие как я, тоже падали вниз. Но знаете, что нас выделяет? Я можно буду перечислять себя к миллиардерам? Хочу, буду. Нас выделяет, точнее, отличает наше мышление. У нас в мышлении мы никогда, ни при каких обстоятельствах не будем лузерами. Никогда мы не будем фантазировать на тему, как мы сидим в гребаной однушке, обдирая обои и жрем мивину, которую купили себе на день рождения, потому что обычно не можем себе позволить. Мы никогда не будем себя жалеть и рассказывать о том, что причиной всему коронавирус, пандемия, хуемия и прочие какие-то штуки. Кстати, многие мамы мне говорят, пишут, Олечка, очень вас любим, очень нравится ваш стиль, но не ругайтесь матом, вас слушают дети. Мамы, я даю вам инсайт, супер, есть наушники, есть мамулечки наушники, можно купить модные AirPods, можно купить дешевые какие-нибудь наушники, можно просто взять, которые у вас есть, втыкнуть. Не важно, пользуйтесь наушниками, потому что тетя Оля эмоциональная, пусть ваши дети лучше смотрят, как я машу руками. Помните, как Валдис Пельш? Вот проверим тест на возраст. Напишите в комментариях, кто помнит Валдиса Пельши. Хочу знать, какой ваш возраст. Итак, соответственно, мышление. Мышление – это некая мышца. Давайте ее так будем воспринимать, что мышление – это мышца. Скажите, пожалуйста, если у вас обвис живот или рука, вот такая, знаете, вот дрябленькая, так ее прикасаешься, она такая, и подбородок. Можете ли вы это накачать? Та-дам! Хорошая новость. Можете. Вы можете накачать свой обвисший живот. Так вот, свое обвисшее мышление вы тоже можете накачать. Потому что, когда вы свой живот кормите все время булочками, пончиками и этими дурацкими овсяными печеньями, которые продаются сейчас в Макдональдсе, я их обожаю, тогда ваш живот становится дряблым. Слышала, Оля? Но, если вы качаете прессик, следите иногда, что вы бросаете в рот и помните об этом, и контролируете процесс, у вас будет красивый пресс. То же самое с вашим мозгом. Если вы все время обсуждаете все это говнище, если вы постоянно злой, если вы постоянно раздраженный, если вы все время считаете копейки, а нехватка денег – это просто, знаете, как дыра в вас по утечке энергии. Потому что вместо того, чтобы созидать, думать о своих мечтах, целях, путешествовать, вы все время думаете, как эту пробоину закрыть, как все время заработать денег. Вы вообще подумайте, насколько вы себе усложнили жизнь, сделав свое мышление бедным, не желая понять, как оно работает. Вы сами убиваете свое мышление. У вас там не мышца, у вас там, простите, такой, знаете, вяленький, чухленький, 150-летнего дедушки, вот это вот самое место. Вот такое вот висит уже вяленькое-вяленькое. Надо, тут не виагра, я могу за виагру вам сойти, нужно качать свой мозг. И пока вы не осознаете, что единственное, что вас отделяет от богатства, прежде всего, это ваше мышление, ваше, точнее, нежелание работать над своим мышлением, быть вам с вяленьким 150-летним хвостиком. Хотите мощный, нужно качать мышление. Поэтому, ребята, у меня, вы знаете, таблетка всегда одна. Я жду вас на рерайтере жизни. Можно, конечно, написать, что приходим и накачаем тебе большой и мощный 50 сантиметров, но, боюсь, гугл не пропустит. Я надеюсь, у вас прекрасное настроение. Сегодня напишите, пожалуйста, ключевой инсайт, который вы получили с этого видео. Пожалуйста, одну мысль, не поленитесь. Я не ленюсь для вас записывать видео. Не ленитесь, пожалуйста, оставлять свои комментарии, чтобы я знала, что вы их смотрите, эти видео, что до вас что-то доходит, и мы будем продолжать с вами дальше в том же ключе. Сейчас я хотела бы сделать немножко серию видео про деньги, про денежное мышление, поэтому пишите свои вопросы, если у вас таковые имеются. И я буду снисходить до того, чтобы находить все-таки время в совершенно безумном графике, по какой причине вообще я очень счастлива, чтобы записывать для вас и коротенькие видео. И, конечно, в инстаграмчике. Я жду вас на прямые часовые эфиры, которые я провожу мега регулярно, где мы можем с вами ковырять, копать, доставать. И смотрите, пожалуйста, в ютюбе мои тоже видео. Это гораздо лучше чистить зубы под мои видео и что-то там еще делать, нежели чем в это время смотреть какой-то очередной стендап. Помните, чем мы мозг питаем, то мы и получаем. Со мной вы богатеете. И помните, рано или поздно вы все равно придете на рерайтер жизни. Всем хорошего дня.